А это, это случилось тоже уже в новом Казахстане, а если точнее, то весной прошлого года. История по всем признакам, напоминающая неприкрытая, наглая а-ля Финпол 2008 рейдерство с приторно-тошнотворным душком старого Казахстана. Наверное, нет ничего страшнее, когда кажется, что весь мир против тебя. Когда в один момент ты вдруг оказался объектом нападок и клеветы. Когда тебя никто не слышит, и даже те, кто вроде как обязан, слышат по долгу службы. Когда всюду, куда ни глянь, десятки заметок. Виноват, украл, посадить. Заметок, основанных на спорном решении суда, неподтвержденных вердиктами вышестоящих инстанций. Предпринимателя из Тараза Багбергена Мауленова и еще семь человек, в том числе сына Мауленова, обвинили в хищении 4 миллиардов бюджетных тенге. Обвинили громко на всю страну и даже сайт «Казахстанской правды» перепечатал текст сюжета, показанного в вечернем выпуске новостей с самой популярной программы телеканала КТК. Так сказать, припечатали. Багбергенов своими действиями нанес государству ущерб. Естественно, что зашуганные журналисты даже не попытались поставить под сомнение решение суда. Хотя бы задуматься на секунду, а почему все дружно поют одно и то же, как по нотам заготовленной заранее партитуры. Почему никто не попытался задать вопросы адвокату или хотя бы самому Мауленову, который был доступен. Какой такой ущерб государству, если ТЭЦ управлялась частной компанией? И только одна единственная публикация среди цифрового вороха однотипной лепнины из лексикона судебной канцелярщины цепляла глаз под заголовком «Ущерб, которого не было». И здесь мы сказали, так, стоп, что-то тут не так, потому что это, похоже, единственная публикация, в которой автор, руководствуясь главным принципом журналиста, сомневаться, передала точку зрения, отличную от мейнстрима, голосящей братьи. Итак, история бизнесмена из Тараза, совершившего побег практически из зала суда за пределы страны, чтобы доказать свою невиновность, чтобы наказать своих преследователей, очистить свою репутацию, чтобы освободить сына, которого решением суда хотят отправить в лагеря на долгие 9 лет. Бакберген Мауленов, гражданин Казахстана, уроженец Тараза, многодетный отец, в прошлом госчиновник, сегодня бизнесмен, бежавший от суда почти год назад, ищет справедливости, в одиночку доказывает свою невиновность и в своих заявлениях на имя президента Тукаева, генерального прокурора Асылова, председателя Жамбылского областного суда Ахмеджанова, сенатора Громова, открыто называет имя своего гонителя. Это Кайрат Кожамжаров, бывший генеральный прокурор Казахстана, экс-глава финполиции и разжалованный сенатор, бравый офицер, который вчера налево и направо подписывал приказы о возбуждении уголовных дел в отношении сотен и сотен граждан Казахстана, сегодня он молчит. Так что же на этот раз натворил Кожамжаров? История закручена вокруг ТЭЦ в Таразе, той самой, которая эксплуатируется с 61-го года прошлого века, той, где сроки эксплуатации основного оборудования, а это паровая турбина и паровые котлы, истекли уже почти как 30 лет назад, где степень износа составляла почти 100% ТЭЦ, которую с 2016 года 5 раз выставляли на торги, но никто не хотел приобретать убыточное и проблемное предприятие, где долги по зарплате перед работниками, перед банками, бюджетом и другими кредиторами составляли больше 3 миллиардов тенге. В общем, в 2018 году президент дал поручение, правительство выписало постановление, Министерство нацэкономики и Министерство финансов решили выставить ТЭЦ на торги. Компания Мауленова BB Future Energy Company конкурс выиграла протокол номер 9921. Государству выплачен гарантийный взнос в сумме 318 миллионов тенге. По состоянию на 2018 дышащая наладан ТЭЦ, помимо энергии, успешно генерировала и долги. В среднем ежегодно минус 200 миллионов тенге. С приходом инвестиционной компании Мауленова все долги ТЭЦ перед банками и другими кредиторами, как мы уже говорили, были погашены, была погашена задолженность по заработной плате, обновлен автопарк, был сделан ремонт, там провели благоустройство территории, заменили кафель, двери, окна, купили новую мебель, компьютеры, телевизоры, работникам обновили спецодежду, выплатили квартальные премии и многое-многое другое. На все потратили почти полтора миллиарда тенге. Но все это мелочи, потому что до 2026 года собирались провести полную реконструкцию и модернизацию ТЭЦ. Внимание, на 300 миллиардов тенге! Заключили договоры с поставщиками оборудования, собирались использовать свои и заемные средства. Ни копейки у государства просить никто не собирался, и все вроде бы шло хорошо. Но, как это обычно бывает, предприятие, которое выходило на прибыль в более чем 500 миллионов тенге, естественно, не могло не привлечь внимание высокопоставленных рейдеров. У тех, как известно, как у шакалов, нюх на прибыльные предприятия, работающие без крыши. Процитируем некоторые фрагменты из заявления Мауленова на имя генерального прокурора Асылова. Из-за внутреннего гнева и зависти, рейдерским захватом и с применением силовых структур по заказу экс-генерального прокурора РК и главного рейдера Старого Казахстана, господина Кожамжарова-Кайрата, наши инвестиционные проекты и международные подписанные контракты и инвестиции на сумму более 300 миллиардов тенге на строительство новой ТЭЦ в Таразе искусственно приостановлены. Люди господина Кожамжарова везде сидят, начиная с заместителей в генеральной прокуратуре РК и АФМ РК. У нас есть запись Мауленова, который вышел с нами на связь после того, как мы стали вызванивать его коллег. Друзей не каждый же день у нас сбегают от правосудия бизнесмены. Давайте послушаем, чего по версии предпринимателя хотят те, кто сегодня его преследует. Они забирают наш ТЭЦ, получается, несмотря на подписанные инвестиции, получается, более 80 миллиардов тенге. За два года огромную работу провели. Друзей, сравните, пожалуйста, наши жамбульские ТЭЦ, остальные регионы, смотрите, пожалуйста, остальные регионы ежегодно получают по миллиардам, например, субсидий и дотаций получают. Наши ТЭЦ ни копейки не получили. Благодаря инвестиционной компании огромную работу проводим. Кроме этого в городе подписали контракт, более 80 миллиардов тенге на инвестицию. Мы перепроверили слова Мауленова о том, что ТЭЦ не получает дотации из бюджета, помимо устных заверений, и нашли соответствующую справку, которую дало управление финансов жамбульской области на обращение адвоката Мауленова, в которой говорится, что Наверняка вы знаете, что если бюджетные средства поступают на счета каких-то предприятий, то все проходит через областное финуправление. Но здесь черным по белому написано, что никакие средства управляющей компании Мауленова не перечислялись. Вы меня извините, но что же это тогда получается? 4 миллиарда якобы хищений, которые шьют Мауленову, это что, плод чьих-то дурных фантазий? Или часть какого-то коварного плана рейдеров? Здесь сфабрикованное уголовное дело. Они хотели сейчас, вот забрали государство, теперь дальше обанкротить вот это предприятие, опять на торги, потом вот это, которые, экс-высокопоставленные чиновники, хотят забрать ТЭЦ, и все. В конце, что будет тогда? Не инвестиций нету, а ТЭЦ хромает. В целом, наш народ Казахстана страдает. А теперь самое главное, если, по мнению Мауленова, главная цель рейдеров это отобрать возможность управления ТЭЦ, то каким был личный мотив Кожамжарова инициировать против бизнесмена уголовное дело? Ответ на этот вопрос мы нашли в обращении Мауленова на имя все того же генерального прокурора Осылова. Итак, подставная компания Кожамжарова ТО «Арайстроймаркет-2003» тоже участвовала в открытом аукционе в Астане. Эта компания не смогла купить акции АО «ТЭЦ». Оттуда все началось. Люди господина Кожамжарова везде сидят, начиная с заместителей Генеральной прокуратуры РК и АФМ РК, и люди старого Казахстана. Подставные компании Кожамжарова ТО «Арайстроймаркет-2003» тоже участвовала в открытом аукционе в городе Астане. Эти компании не смогли купить акции АО «ТЭЦ». Оттуда все началось. Им всем по барабану получается. Все по барабану. Никто не хотят. Никто слушать не хотят. После января события несколько раз обратился, я 45 раз обратился к администрации президенту. Администрация президента направляет Генеральному прокурору, уважаемую Берега Сылышеву, уважаемую Берега Сылышеву направляет областную прокурору, областную прокурору, господин Адыров, направляет орган преследования. А орган преследования у себя оставляет. Я просил, чтобы вот этот заказной материал, заказное уголовное дело, это гражданское правоотношение, передали антикоррупционную службу, комитету национальной безопасности для прозрачности и объективности. Не передают они. Почему? Потому что это не законно. Необоснованно возбуждали они уголовное дело. Меня не за что посадили, получается. Я являюсь, еще раз повторяю, я являюсь инвестиционной компанией, руководителем, это президентом я являюсь. Меня за ответ сажают в тюрьму. Как это так? Я сам потерпевший становлюсь через полтора года. Ну как получается тогда? За что потерпевшего посажают, например, в СИЗО? Целый год проводит следственное мероприятие с фабриконовым. По фантазиям заказан следователем. Оцените, пожалуйста, уважаемый президент, уважаемый Хасмурт Кемеш, помогите, пожалуйста, посадите справедливости. Вот такая история, которая обязательно будет продолжаться, потому что еще будет апелляция. Ну, конечно, будут и заказные статьи. И мы надеемся, что хоть кто-нибудь из нашего цеха постарается вникнуть в суть этой истории и передать ее во всех, так сказать, красках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok